Всем привет! По названию видео вы уже знаете, что у нас сегодня шоппинг-влог. Я очень рада, мне так приятно, что вам нравятся такие ролики на моем канале. Все, что касается одежды, дома, быта и косметики, все еще актуально, поэтому для меня одно удовольствие снимать для вас такие ролики. Я очень сильно прошу вас воспринимать это видео не как, знаете, call to action, то есть идите в магазин и покупайте все прям луками, которые я показываю. Пусть это будет больше как тренировка для нас с вами, как сочетать одежду, что-то у меня получается лучше, что-то хуже, это тоже имеет место быть. И пусть это также будет такой мотивацией, вдохновением для того, чтобы хотя бы по-разному сочетать ту одежду, которая у нас есть. А если вы находитесь в поиске какого-то конкретного элемента гардероба, то я буду рада быть для вас своеобразной подсказкой. Все, поехали! Что нам предлагает H&M? Очень много карамельного цвета, цвета хаки. Сейчас найду юбку, которую я не успела показать вам в прошлый раз. Вот такие юбочки из эко-кожи есть в разных расцветках. Пальто я бы не советовала здесь покупать, но в H&M есть неплохие свитера с шерстью и даже с кашемиром. Онлайн они точно представлены. Я обязательно оставлю вам ссылки, потому что они очень приятные, говорят, что качество радует. Итого у нас с вами несколько вещей из эко-кожи. Вот такая черная юбка мидия. Мне кажется, что как раз хорошо на холодное время года. Нигде ничего не поддувается. Довольно лаконичная модель, которая может служить на протяжении нескольких сезонов. Вторая юбка карамельная. Также похожий фасон, но спереди пуговки и еще вот такие карманы. Возможно, она будет меня полнить за счет вот этих деталей. Но если у вас узкие бедра, то берите на заметку. Очень хорошая. Не знаю, как в камере, но в жизни я вам точно говорю, что смотрится она как из Massimo Dutti. Очень симпатичная блуза в таком живом зеленом цвете. Вот сейчас вроде хорошо передается этот цвет. Также взяла клетчатый костюм. Но костюм у нас мягкий. И я хотела бы надеть его с такими большими кроссовками. Светера в базовых расцветках. Вот этот меланжевый. Ну, вы знаете, хаки головного эмоция неисправимы. Так что будем пытаться создать из этого что-то симпатичное. Кстати, свитер плотный, но не стоит рассчитывать на то, что это стопроцентная шерсть. По ссылкам в инфобоксе вы можете посмотреть составы. Но нужно сказать, что это видео не спонсировано. Я просто примеряю то, что мне нравится. Из аксессуаров у меня вот такие серьги. Хотя я хотела бы найти что-то именно в таком классическом черепашьем принте. Их не было. И мне хотелось большие. И вот эти очень красивые зеленые. И вот здесь еще запряталась лакированная сумка багет. Если вы хотите добавить какую-то трендовую деталь в ваш гардероб. И вы не заморачиваетесь по поводу дорогих сумок. Я люблю покупать трендовые именно из масс-маркета. То я думаю, что это неплохой вариант. И очень универсальная расцветка. Вот такой у меня первый наряд. Мне очень-очень нравится сочетание карамельного и серого. Можете выбрать потемнее. Можете взять какой-то светло-бежевый. Или даже карамельный. Для того, чтобы получился тотал лук. Также красиво будет смотреться, например, с цветом хаки. Но мне почему-то захотелось чего-то такого. И, честно говоря, я довольна. Но дело в том, что мне снова не хватает длины тела для таких юбок. Но я не сдаюсь. Я пытаюсь найти ту самую, которая будет сидеть хорошо. Хотя в прошлый раз вы писали мне, что было неплохо. Как вам такое сочетание? И носите ли вы юбки из эко-кожи? Я считаю, что в длине миди они хорошо смотрятся. И абсолютно не вульгарны. Девчонки, свитер приятный. Здесь такая плотная вязка. Мне довольно жарко в нем стоять. Потому что здесь 8% шерсти. И он достаточно греет. Если надеть пальто потеплее, то вы явно не замерзнете. Девчонки, мне кажется, что это огонь. Берите себе на заметку вот это сочетание на празднике. Да, готовьте сани с лета, потому что потом к Новому году, ко всем корпоративам будет все распродано. Или как назло ничего не сможете найти. Если отпарить блузку, она будет смотреться просто... Я надела вот эти серьги. Честно говоря, я подбирала их к другому свитеру. Но, по-моему, они сюда тоже хорошо вписались. И зубка правильной вот такой формы. На мне 34 размер. То есть они не маломерят. Она хорошо подчеркивает талию. Можно больше заправить блузку. И вот за счет того, что она из эко-хожи, она смотрится так больше эджи. Ну, то есть с характером. Такой образ, а не совсем наряд паиньки. Никак не могла подобрать правильные слова. Такой вот правильной, хорошей девушке. То есть видно, что мы в тренде. Причем вот эти все романтичные рукава, сборочки. Это тоже все актуально. И, как бы, знаете, такая классика на современный лад. Я бы надела это все с черными лодочками или с ботфортами. С черными. Ну, то есть чтобы вот такой ситуации не было. Хотя, когда не видно, что они такие слегка ковбойские мои ботиночки, то вот так тоже очень хорошо. Просто темные колготки. Этот наряд мне прямо очень нравится. Я еще видела платье в такой расцветке. Я его отыщу для вас и кину ссылочку. И я ничего не планировала покупать. Нужно повторять эту мантру до конца шоппинг-влога. Потому что иногда даже не рассчитывая, что встретишь что-то такое не слишком дорогое, но классное по качеству. Пока все развесило, да. Я возвращаю все в таком виде. И если как бы не настаиваю, то я все отношу на свои места. Помните, что если вы приходите попримерять что-то для вдохновения, чтобы, ну, не знаю, как-то приятно провести время, то относите все на место. Потому что для консультантов это дополнительная работа и очень-очень нелегкая. Так что я всегда уважаю чей-то труд. Одно дело, я прихожу тут поснимать, да. А другое дело, кто-то приходит реально с целью купить. Хотя я вот так смотрю на то, что я выбрала. И, блин, многое я реально забрала бы себе. Значит, смотрите. Брючки немного велики. Но сами по себе они суперкрутые. Знаете почему? Потому что под них вы без проблем наденете какие-то теплые колготы. Или вообще, в принципе, колготки. И удобные на резинке. И смотрите, как это стильно смотрится. Такой немножко бомб-стайл. Нет, я считаю, что это круто. Надеваешь какое-то пальто оверсайз. Или накидываешь дубленку такую, как у меня есть. И все, образ готов. Вот такие свитера есть в разных расцветках. Я точно видела карамельный и синий. Интересно, что там есть онлайн. Это моя сумка, с которой я пришла. И брючки тоже не из такого тоненького материала. То есть смотрятся они реально классно. Вот у меня с ботиночками. Еще бы очки. И вообще крутист. Скажите. В составе свитера хлопок. По-моему, вискоза и 1% то ли шерсти, но короче, чего-то, что греет. Для меня это нормально. Потому что мне не каждый день нужны вещи, в которых мне супер жарко. Вот. Так что, да и зима у нас не очень холодная. Девчонки, обращаем внимание на вот эти брючки. Если вы в поисках чего-то такого. И вот я купила в заре те, которые в обтяжку. Сейчас смотрю, что вот эти смотрятся более стильно. Еще и стройнят. Вот. Может оставить этот тридцать шестой? Нет. Ну, попробую найти тридцать четвертый. Потому что они немножко длинноваты все-таки. Но так даже никакие сережки не хочется надевать. Только свои часы. Взяла бы очки. Класс. И последний образ в H&M. Для тех, кто как бы хочет постоянно ходить в спортивных костюмах. Но иногда нужно выглядеть поприличнее. Я шучу. Ну, просто этот костюм, он не выглядит слишком официально. И в нем мега комфортно. Потому что здесь брючки, которые сделаны как лосины. Вот сейчас видно. Но есть и широкие к этому же жакету. И вот этот свитер, я его взяла просто для того, чтобы как-то показать вам свою идею. Но на самом деле он теплый, да. Но он некачественный. И он сыпется как... Не скажу что. Здесь 6% альпаки и 6% шерсти. Остальное синтетика. В нем реально жарко. Сейчас вот стою, тут просто погибаю. Но суть в том, чтобы взять какой-то свитер с капюшоном. У меня похожий есть из Massimo Dutti. И в новой коллекции у них есть точно такой же. У них вот такого плана свитера. И качественные, и хорошо выглядящие. Вот это просто для того, чтобы как-то вам показать наглядно. И также на мне кроссовки на толстой подошве. И мой совет. Если у вас уже холодно, то, во-первых, вам не будет холодно от земли на такой толстой подошве. А во-вторых, надеваем какие-то теплые носочки. Будет смотреться стильно. Вам будет удобно. Но самое главное то, что вам не будет холодно. Конечно, если у вас уже мороз минус 10, то кому нужны мои советы. Берем ботинки или же мартинсы какие-нибудь. Обуваем поверх. Можно без проблем надеть еще и пальто, халат. Будет классно все выглядеть. Или парку тоже замечательно. Или пуховик такой большой. А вот эта сумочка добавляет больше женственности. Конечно, она не супер качественная. Я не хочу ее нахваливать так, чтобы вы купили и потом обижались на меня. Но если бы она была сделана лучше, я бы ушла с ней. Потому что я хотела бы себе сумку-багет. Если же аксессуары H&M для вас окей, то почему бы и нет? По-моему, это все выглядит так немного даже по-французски. Как бы просто удобно. Что самое главное. Тепло. Еще и на стиле. То, что я однозначно советую покупать в H&M, это всевозможные ободки. Какие-то платочки, резинки. Вот такие, знаете, мелкие аксессуары, которые иногда решают все. И вот со второй стороны хотела бы показать вам всевозможных леопардов, пантер, змей. И вот эти резинки мягкие тоже сейчас актуальны. Прямо как из моего детства. Но мне сейчас не на что такие завязывать. Так что я прохожу мимо. Вот жалко, я раньше не заметила, что в H&M в новой коллекции столько разных головных уборов. Вот беретики во всевозможных расцветках. Какие-то вязаные повязки. Но, по-моему, они без шерсти. То есть это больше как что-то декоративное. То есть что-то, что украшает наш образ. А вот шарфы у них есть реально даже из стопроцентной шерсти. У меня есть серый. Он мне служит несколько лет. И он, конечно, очень хороший по качеству. Он не скатывается и нереально теплый. Так что смотрите по составу. У них есть, видите, разные расцветки. И это, конечно, очень классно. И более трендовые. Что ваша душа пожелает? И моя находка последнего времени это такие носочки. Которые вообще не меняют размер вашей ноги. Все комфортно. Они не спадают, не скатываются после стирки. Ведут себя замечательно. Вот эти совсем неудобные по сравнению с ними. Так что у меня уже пар 10. Я вам точно говорю, что вот это вещь. Вот это. Если вдруг вам нужны гольфы, какие-то колготки, носки. То, пожалуйста, здесь очень-очень много всего. Мне уже нужно убегать. Но посмотрите, какой классный трикотажный костюмчик я нашла в H&M. Причем здесь такой добротный трикотаж. Очень здорово будут смотреться с грубыми ботинками. Ну, костюм будет смотреться. И с такой шляпой, например, которую я показывала в прошлом шоппинг-блоге. И еще одна вещичка. Только посмотрите на эту юбку. И цвет, и ткань. Я уверена, что она очень красиво сидит. Обязательно померю как-то в следующий раз. И причем вот даже с такой блузкой. Будет смотреться очень интересно. Тоже на праздник куда-нибудь. Если вот так порыться, то есть много хороших находок. Ну, а теперь мы идем в Манго. Давно в моих шоппинг-блогах не было этого магазина. Идем рассматривать. Много неплохого трикотажа. Вопрос, как он будет носиться. Как видите, тоже большое количество вещей бежево-таких терракотовых. В каких-то теплых тонах. И обувь в том числе с элементами таких оттенков. Конечно же, в коллекции представлены сапоги-трубы. Одни я нашла такие интересные. Вот эти светлые я не представляю, как носить. Тем более, они замшевые. Я уверена, что они выйдут на скидки. Если вы можете ходить в такую обувь, то, пожалуйста, я знаю, что она будет испачкана до того, как я дойду до машины. А вот такие мне очень нравятся. Я не знаю, что произошло, но у меня выросла нога после второй беременности. И многие ботиночки, которые со мной несколько лет, к сожалению, уже малы. Вот еще есть такие. Они довольно дорогие. И если вы уж соберетесь покупать такую модель, то советую отправиться в Зару. Потому что это с модным элементом, который кого-то будет напрягать спустя несколько сезонов. Кому-то вообще все равно. Но если уж так совсем по-честному, то смотрите. Из Зары удобнее. Я в прошлом году тоже покупала такие же. И я научилась их снимать. Мне окей. Но в Заре сейчас такая же модель. Только полностью в одном цвете кожи и с замком. Тоже в разных расцветках. Так что я советую пройти мимо. Во что же я тут нарядилась? Во-первых, я решила примерить трикотажные костюмы. Почему я всегда за костюмы? Потому что вариаций сочетаний у вас гораздо больше. Вот эту же юбку вы сможете носить, например, с толстовкой, с любым другим свитером. Или же, к примеру, надеваем базовую футболку или майку и повязываем рубашку. Тоже будет смотреться очень классно. Я просто рассказываю вам, какие идеи мне приходят в голову. Я не знаю, насколько стилистически это правильно. Но такие трикотажные костюмы, это не просто удобно и комфортно. Это также женственно, это актуально. Но я вообще всегда отталкиваюсь не от того, что модно и в тренде. А от того, что симпатично смотрится. Вот такое сочетание терракота бордового цвета и бежа. Смотрится очень свежо, осенние краски. Причем, вы знаете, как ни странно, терракотовые очень хорошо сочетаются и с зеленым, и с более темным коричневым, и с черным тоже, и с синим. Вопрос в том, нужно ли вам пальто без подкладки. То есть, это больше как такой теплый кардиган. Я стою, девчонки, мне реально очень-очень жарко. Но учитывайте, что это не на минус 10. И все-таки в масс-маркете пальто не такие качественные, как Minimax, All We Need. Но они там и дороже. Вот это, это обалденные кроссовки. Носки у меня сегодня, как видите, не такие, как я купила с нового вейсинга, потому что их не видно в моих ботиночках. Опять же, большая подошва. И если вы боитесь такого терракотового цвета, то я попытаюсь вас переубедить, потому что оказалось, что мои кроссовки New Balance в похожем цвете подходят ко всему, что я ношу. И вот, что бы я ни надела, там, серый, какой угодно, они всегда в тему. Если вас смущают эти шнурки в таком терракотовом цвете, без проблем. Покупаете белый круглый шнурочек, и проблема решена. И у вас сразу два в одном. То есть, одна пара, которая будет по-разному играть с вашими образами. И еще один момент, девчонки, если у вас такая же, не слишком контрастная внешность, как у меня, такие оттенки могут вас съедать. Поэтому обязательно дополняйте их чем-то ярким, помадой поярче. Вот как у меня, как раз, кстати. Вот, я взяла очки и еще вот такую интересную сумочку. Их есть несколько в коллекции Mango. То есть, это такой явный закос под стаут. Но не все могут себе позволить сумки на нескольких сезонах по 300 евро, по 500. Я не помню, сколько они там стоят. Но точно не 100 даже. Вот, так что, если вы хотите помодничать, то почему бы нет. И я уверена, что все они, все будут на распродаже. Так что берем на заметку. Карамельные очень хорошо будет смотреться также в летнем гардеробе. И вот, видите, чтобы не смотреться бледной бежевой молью, я взяла обувь поярче, сумочку и очки. И, по-моему, классно. Вообще-то, я не планировала показывать этот наряд, потому что мне конкретно нужно платье в горошек. Но почему бы не поделиться? Я все это дополнила такими аксессуарами, которые немного разбавят этот романтичный образ. Сумочка простой формы. Очень интересно смотрится. Они есть в нескольких расцветках. Также ее можно носить на плече. То есть, есть еще и длинная ручка кепи. Кепи когда-то носили все поголовно, я в том числе. И сейчас они снова возвращаются. Но они более объемные. И, не знаю, если вернуться, я буду очень рада. Мне они нравились. Платье сзади завязывается. То есть, оно может быть посвободнее или более приталенным. Я как-то там закрутила. Неважно. И на ногах у меня очень крутые сапоги. Мне они так нравятся. Я думаю, что они уедут со мной. Это кожаные. Здесь такая удобная колодка. И каблук не слишком высокий. Для меня это важно. Чтобы я не убивалась. В них, причем, знаете, они более женственные. Даже более секси. Чем такие вот на более устойчивом каблуке. Ну, то есть, те, которые мы рассматривали раньше. Которые есть у меня из Zara. Которые смотрятся они, конечно, круто. И весь наряд выглядит таким образом. Я не знаю, возьму ли я это платье. Но вот сапоги мне страшно хочется. Прям страшно. На 37-й я взяла 38-й. И сидят хорошо. Не жмут ничего. Они, ну, практически как тапочки. Но на небольшом каблуке. А вы также не забывайте написать, какой образ вам понравился больше всего. Манго богатый выбор всевозможных поясов. Тех, которые носятся на бедрах. И тех, которые подчеркивают талию. А вот эти являются одними из моих самых любимых. Я держу сапоги. Фокусируйся ты. Они очень хорошо дополняют каждый образ. И его я заносила уже практически до дыр. Ну, я шучу. Он мне до сих пор хорошо служит. Может, не совсем мой стиль. Но, возможно, кому-то из вас нравится. И вы с удовольствием такое носите. Ботиночки из натуральной замши. Но, опять же, они светлые. И подаются с двумя шнурками. Это то, о чем я вам говорила. Обратите внимание на классические ботильоны. Они есть на каблучке пониже. И чуть выше. И голенище, если это можно так назвать. То есть, вот эта часть у косточки. Она не слишком широкая. Если у вас там тоненько, так как у меня. То, возможно, это вариант для вас. Помните, в прошлом влоге я показывала вам, похоже, сочетание, но с другой юбкой. Но, то, что привлекло мое внимание, это вот такие ботинки. Недавно в инстаграме я показывала вам свои. Которым уже года два, наверное. И многие спрашивали, откуда они, откуда. Я так понимаю, что многим они нравятся. Вот такого плана модель. Учтите, что в Манго есть такие кожаные. Этот наряд посвящается всем, кто анти-бабка-стайл. То есть, против юбок миди и всего подобного. Сейчас-то модно. Возможно, когда-то я перестану это носить. И вернусь к тому, что носила раньше. Но сейчас я сомневаюсь. Значит, смотрите на мне. Шорты из эко-кожи. Я сейчас специально для вас буду стараться втиснуться. Вот эти ботинки 36 размера. Они одни, единственные. И, ну, чтобы вы понимали. Короче, такие шорты я бы носила с вот такими военными ботинками. Они у меня, кстати, тоже с таким замком сбоку. И на мне эта поясная сумка мне не нравится. Гораздо лучше в мужском отделе в Заре. Я подворовываю ту, которую вы видите, опять же, в Инстаграме у моего Томаша. Так что делимся с ним. Сейчас надену обувь. Во всяком случае, попытаюсь для вас. И покажусь полностью. Они, кстати, очень удобные. И они не будут маломерить. Девчонки, если у вас там половинчатые размеры, то берите поменьше. То есть мне нужно было бы купить 37. Потому что правый мне немножко давит. А левый комфортно. Но я, конечно, не стала бы брать себе 36. Однозначно. И весь наряд смотрится вот так. Конечно, колготки здесь выглядели бы более органично. Но у меня их с собой нет. Так что показываюсь вам таким образом. В принципе, шортики мне нравятся. И, возможно, я куплю себе. Кстати, на мне размер S. И они очень даже свободно сидят. То есть, если вы там покупаете свой стандартный какой-то размер, то можете смело заказывать. Потому что они не маломерят. И свитер на мне самый маленький из тех, которые есть. Я не помню. Сейчас неудобно смотреть на этикетке. А сумочки я вам сказала. Вот такой образ. А ботиночки я, конечно же, вам рекомендую. Ой, это моя любовь. Маленькая сумка-багет из ткани. Причем она есть в двух вариациях. Манго. И совершенно недорогая. Она такой короткой ручки. Как же она мне нравится. А вот, пожалуйста, отличная поясная сумка. У меня очень-очень похожая. Точнее, у Томыка. Мы уже это выяснили. И это тоже манго. Я надеюсь, что вы вдохновились на какие-то новые модные сочетания. Или же просто провели время в моей компании за уборкой, готовкой или чайпитием. В общем, спасибо вам за внимание. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.